Акция «День равнодушия». Парковка не для всех проводится регулярно, но даже это не в силах побороть вечное стремление некоторых автолюбителей парковаться на желтой разметке. Многие из них на замечания реагируют агрессивно, отвечая «потому что мне надо». Владивосток является одним из лидеров среди самых автомобилизированных городов России. Зачастую там, где много машин, не хватает парковочных мест. Автовладельцы, видя забитые парковки у торговых центров, без угрызения совести, занимают специальные места, предназначенные для инвалидов. Таких мест, согласно федеральному закону номер 181, должно быть не менее 10% от общей парковочной площади заведения. Обозначаются особые места знаком с табличкой и разметкой желтого цвета. Многие жители города Владивостока заметили, что число таких парковочных мест растет. И растет оно очень хорошо. И возле больших центров появились, и возле маленьких магазинов. Но что хочется отметить, не всегда эти места бывают пустыми. Инвалиды, заезжая на парковку, не всегда могут занять специально отведенное место. Автолюбители становятся на заветном прямоугольнике, не обращая внимания ни на знаки, ни на большие штрафы. Сумма штрафа до 2015 года составляла от 3 до 5 тысяч рублей. И хотя законодатель ужесточил наказание, даже это не действует на автомобилистов. Бывали ситуации, когда я делала замечание не грубо. То есть, как бы о том, что вы припарковались на место для инвалида, мне несколько раз царапали машину. Люди, которым я говорила об этом, грубили, как говорится. Но почти никто не отъезжает. Акция «Парковки не для всех» проводится ежегодно. В прошлом году рейд проехал по парковкам торговых центров в районе Чуркино. За год ситуация изменилась мало. Водители по-прежнему не замечают знаков или говорят, что на парковке больше нет свободных мест. Инвалиды пытаются воззвать к совести автовладельцев, подкладывая под дворники яркие листовки с вопросом. Вы уверены, что хотите встать на это место? Сегодня мы стоим уже порядка 30 минут. И либо водители нас видят и боятся, не паркуются, либо все-таки сознательность повышается. Ну, я думаю, что все-таки сознательность граждан, автовладельцев повышается на сегодня. Но такая сознательность сегодня длилась недолго. Приехав к другому торговому центру, мы обнаружили, что на свободное место для инвалидов встал автомобиль. Но через минуту уехал. Спустя некоторое время на это же место на глазах у сотрудников ГИБДД паркуется другое авто. Далее уже сотрудники инспекции начинают свою работу. Машину владелицы вернули, однако штраф выписали. Комментировать произошедшее автоледи не стала, сославшись на плохое самочувствие. А это уже кадры, снятые на мобильный телефон у торговых центров в районе Второй речки. На них видно, что автолюбители также пренебрегают правилами и оставляют свои машины на парковках для инвалидов. Это возле автовокзала машины без, автобусы без номеров. На автомобиле инвалида должна быть соответствующая наклейка. Но даже в этом случае сотрудники ГИБДД имеют право попросить у владельца машины документы, подтверждающие его статус. Если таковых не окажется, штраф придется заплатить. Правда, за использование знака «инвалид» лицом, не имеющий инвалидности, ГИБДД наказать не может. Ни их компетенция. Дмитрий Беломеснов, Сергей Тулатиев, Алексей Заровный. Новости на восьмом.